В Донецке люди не дождались выборов президента Украины? Они их не ждали. То есть, что значит не дождались? Во-первых, был проведен референдум 11 мая. После 11 мая какие-то выборы президента просто уже не имели смысла. Конечно, власти киевские пытались каким-то образом провести, сделать эффективным. И скажем откровенно, не вся территория ДНР, то есть бывшая территория Донецкой области, под нашим контролем. Есть регионы, которые вообще нами не контролируются или контролируются частично. Но в силу того, что там находятся спецподразделения украинских частей, регулярные войска, войска национальной гвардии, правого сектора. То есть такие очень сложные территории. Это Красноярмейск на северо-западе, на юге это достаточно сложный Мариуполь, в котором вообще был какой-то страх и ужас на 9 мая. Когда милиция отказалась разгонять мирных демонстрантов на 9 мая. Ну, там, что там, ну, за советскую, ну, в общем-то, ну, 9 мая праздник День Победы, да, который в Киеве, в общем-то, фактически отменили, да, привертили его в какой-то там траура по погибшим. Вот. Ну, а для многих это День Победы. Вот. И, в общем-то, милиция отказалась разгонять по приказу, там, был Ляшко и его там какие-то там батальоны зов, что-то такое. Вот. И, в общем, там произошло вообще что-то страшное. То есть, грубо говоря, одна часть украинских войск постреляла другую. Люди вышли на защиту милиционеров. Вот. Не знаю, видели ли вы эти кадры, показывали их Германию, когда, в общем-то, БТРы там разносили, сносили деревья, там, давили граждан. Ну, то есть, ну, это вообще бред какой-то там, бред сумасшедшего, на самом деле. То есть, представить себе такое, еще, не знаю, месяца два назад было невозможно. Потому что люди вышли, в общем-то, с требованием о федерализации. Когда их не услышали и когда их предали, в общем-то, местные власти, тогда это вызвало просто бурю эмоций. Вот. А, знаете, как это, никто не хотел умирать, да? Так и здесь. В общем-то, никто не хотел, наверное, и отделяться изначально. Но конфликт перерос, в общем-то, все мысли мы... Ну, то есть, конфликт перешел в новую плоскость. Какова цель ДНР на сегодняшний момент? Ну, смотрите, нельзя говорить о цели для государства. То есть, я не знаю, какая цель у США, да, там, существование. Существование государства – это определенное правило, определенный общественный договор. То есть, мы здесь договорились, что мы будем жить так, а не вот как в Киеве. С кем вы договорились? Люди, которые, в общем-то, поддержали ДНР на референдуме 11 мая. Вот. И при этом, давайте говорить откровенно, да, все люди, которые здесь, они не хотят жить с Киевом вместе. Более того, они хотят жить с Россией вместе. И они, голосуя за суверенитет ДНР, готовы были присоединяться... В общем-то, они голосовали, да? Ну, д'юро они голосовали за ДНР, а де-факто они голосовали за Россию. То есть, если Россия введет сюда свои войска, они будут приветствовать их с цветами. И это правда. Понимаете? То есть, люди Донецка, можно сказать, люди Донбасса, не за автономную республику, а за присоединение к России. Правда ли вам? Правильно, абсолютно. Почему тогда многие, вот даже на митинги выходят с лозунгами «Новороссия»? Это как неправда? То есть, все хотят быть частью России? Смотрите, «Новороссия» — это, в общем-то, исторический регион. Ну, да, он принадлежит, в общем-то, к эпохе Российской империи. Тем не менее, в общем-то, вот такой вот определенный подъем, он существует. Надо сказать, что, допустим, я понимаю всю его, в общем-то, я вижу его положительные стороны и отрицательные. Как человек левых взглядов, я концентрируюсь на отрицательных сторонах. Да, да, но у нас сейчас, в общем-то, подъем вот такого вот, не знаю, как это правильно называть его, такого великороссийского, не знаю, империализма, что ли. Вот, очень многие люди хотят жить именно... То есть, смотрите, тут какая интересная штука. На первых порах очень сильно было именно левое течение протеста. Во-первых, оно и сейчас сохранилось, то есть, антиолигархический дискурс. Вот. И, в общем-то, это было видно, когда особенно Ахметов начал активно выступать по телевидению и обливать грязью Донецкую Народную Республику, когда буквально еще до референдума, в общем-то, он сохранял какой-то нейтралитет. Вот. Ну, он же самый легарх. Безусловно. Но вы поймите правильно, что народ в массе своей не так силен, как бы нам хотелось. Будем откровенны, у нас нет сейчас ресурсов для того, чтобы сломать систему, да, и выстроить ее по-новому. Но у нас есть ресурсы для того, чтобы хотя бы ее не... Ну, то есть, как бы, удержать на том уровне, когда, в общем-то, не будет того, чтобы произошло в Киеве. Вот. На вот это есть. Возвращаясь к вопросу о журналистах, почему... Я даже не знаю точные цифры, почему многих журналистов... Я не знаю, где их держат. В подвалах? В общем, как бы с ними никакого контакта нет. А я не знаю. Честно говоря, в подвалах я ни одного журналиста не видел. Честно. Я вот бывал в нескольких подвалах здесь, потому что утверждается, что в подвале областной администрации. Ничего подобного. Подвалы, на самом деле, были забаррикадированы еще в первые дни, когда мы ожидали штурма администрации. То есть, это еще там 9-го, 7-го апреля, 6-го даже апреля. Вы отрицаете тот факт, что некоторые журналистов брали в заложник? Журналистов? Конечно, да, отрицаю. То есть, нет никого, кто сидел в подвале или еще где-то? Ну, во всяком случае, у меня таких сведений нет. Я могу вам честно заявить, что журналисты, именно журналистов, никто в подвал, в общем-то, не попадал. А кто попал, их отпустили. Причем, опять же, попадают же по подозрению в каком? В шпионаж. То есть, отснятый материал, да, вдруг попадает там в интернет, причем снимается не совсем то, что разрешено. То есть, есть определенные зоны, куда, в общем-то, журналисты не допускались. Что не разрешено снимать? Ну, как бы, не скажу. Но зачем? То есть, есть какие-то территории, здания, которые журналисты не имеют права снимать? Вопрос не в журналистах. Вопрос в том, что этот материал могут просмотреть не только журналисты и обычные граждане. Их могут просмотреть Службы безопасности Украины, их могут просмотреть там явные противники, их могут просмотреть там на Западе и начать, в общем-то, поднимать хай по вопросу там, по любому вопросу. Я не знаю, что-то, что угодно, не знаю, там, увидят какую-нибудь там бочку с лохром и будут называть его химическим оружием. Вот в таком духе. Что с наблюдателями ОБСЕ? Вот с ними контакт давно пропал. Где они? Я не знаю. Наблюдатели ОБСЕ вообще нам не подконтрольно. Они ездят, где им нравится, вот, и делают то, что им заблагорассудится. Куда они пропали, что с ними случилось, неизвестно. Кроме того, вы должны понимать, что связанность между городами достаточно сложная. То есть в условиях, когда стоят блокпосты, как ДНР, так и, в общем-то, уже, скажем так, украинских войск, да, ну, гарантировать безопасность передвижения миссии невозможно. То есть к ним надо прикреплять человека, с ним ездить, но мы же с ними не ездим. Вот. Что касаемо миссии ОБСЕ, которую вот месяц назад задержали в Славянске, ее отпустили. Вот. Все, я думаю, об этом знают. У миссии ОБСЕ, которые вот тоже недавно вот их вроде как поймали на границе Слуганской и Донецкой области. Ну, так вот, ДНР к этому отношения вообще не имела. То есть кто там их поймал, болотовый, мозговой, отпустил, не отпустил, тоже неизвестно. Есть сообщения в интернете, а верить сейчас сообщениям в интернете, там, без перепроверки нельзя. А для того, чтобы перепроверить, это надо непосредственно иметь контакт с болотовым или тем же мозговым. У меня таких контактов, к сожалению, нет. Видео о том, что их отпустили или интервью самой миссии ОБСЕ также не было. Поэтому говорить о том, что с ними произошло, я не могу. Более того, люди пропадают, уже не говоря о миссии, то есть каждый день. То есть каждый день могут поймать какого-нибудь активиста, забрать, а через неделю звонок родственникам, что он находится в Лукьяновском СИЗО. Без суда, без следствия, без ничего. То есть поймали здесь, оказался в Лукьяновском СИЗО. То есть таких людей уже больше 150 человек. Вот. Сидят? Да, которые сидят в СИЗО, которым, в общем-то, предъявляются обвинения в сепаратизме, но никаких там им ничего. То есть их вылавливают так на улицу и звонок через неделю родителям. Что это за информация сегодня, которую вот тут обсуждают в ЗАНе областной администрации, что выпустили ЗЭК? А, ну, смотрите, там, в общем, есть такая процедура, да, когда новый президент вступает в должность, есть плановая амнистия заключенных. Обычно выпускают, то есть, ну, не знаю там, кого выпускают, но, в общем, ну, такие нетяжелых, да, которые там совершили какие-то бытовые преступления. Вот. Кого сейчас выпускают, мы не знаем. Они вполне могут выпускать обычный криминалитет, да, который, в общем-то, будет дестабилизировать обстановку в регионе. Она и так не очень хорошая. Почему? Потому что, в общем-то, под видом ополченцев здесь орудуют всевозможные банды, которые крадут машины, там. То есть мы пытаемся бороться с этим, как можем, но, опять же, сил крайне недостаточно. То есть это не ваши люди, это просто какие-то криминальные группировки, как, например, мародерство в супермаркете метро? Я вам скажу так, это не то, что не наши люди, то есть и среди наших есть, в общем-то, мародеры. Но с этим боремся. То есть, ну, во-первых, стараемся их выявлять, во-вторых, если эти люди с оружием разоружать, вот. Ну, а в Славянске дошло до того, что, в общем-то, по законам военного времени двоих расстреляли. Ну, я думаю, и мы дойдем до этого, если, как бы, ситуация будет ухудшаться. Расстраивать людей? М? Будет расстраивать людей? По законам военного времени, да, придется издать указ о том, что мародерство будет караться смертной казнью. То есть, здесь уже, как бы, ситуация, ну, переходит в ту стадию, когда другого выхода просто нет. Ну, то есть, в Донецке попроще, а в Славянске все очень жестко. Спасибо.